мир всем приветствую вас я на своем канале я Аслан Азимов сегодня я хочу показать вам фантастический шедевральный волшебный расклад кирпича вы видите здесь протянута рулетка раньше что я делал перетаскивал кирпичи туда-сюда туда-сюда чтобы не подкладывать какие-то подрезанные кусочки это был просто кошмар понимаете но меня всему обучает Аллах посредством человека но обучает истина Аллах спасибо кроевщик кубик Тимиру Исмаил кому нужен профессиональный кроевщик переходите внизу под нас по ссылке под видео видите здесь у меня есть я разложил первые кирпичи как мне надо вот выход здесь полтора сантиметра здесь полтора сантиметра это уже пилястра будет выход уже от этого кирпича выход будет два сантиметра то есть я разложил кирпичи дальше что я сделаю сделаны отметки где каждый кирпич должен вот из этих стоять уберем подложим сетку но до того как мы подложим сетку мне нужно сделать отметки идем в эту сторону показываю вот здесь смотрите здесь тоже была вот половина кирпича пилястра и здесь видите отметка это 13 сантиметров здесь кирпич получается вот так половинка либо здесь будет шов либо будет шов либо я сделаю как бы подрез притык но это уже будет зависеть от ситуации как я захочу это сделать а 13 сантиметров отступил и сюда у нас получается расстояние вот видите преподнеси 448 2 3 года 448 2 и 3 короче миллиметр сейчас от собой равня не играет 448 2 и 3 теперь мы будем рассчитывать уже волшебный фантастический математический расчет где не нужно раскладывать кирпича по всему периметру где нам не нужно таскать кирпичи потом их сюда таскать сюда таскать туда таскать короче потом опять она здесь швы короче не такие получились потом идем до конца и как это что делает у меня вот осталось расстояние то все опять туда перетаскивают сюда перетаскивать короче этого мне не нужно этим заморачиваться я не хочу сейчас я вам покажу этот фантастический шедевральный расчет так еще раз напомнишь какое расстояние так 448 и 2 берем 448 и 2 так у нас расстояние 448 и 2 так 17 17 кирпичей я должен туда поместить у меня получается как бы ровно сантиметровый шов ровно сантиметровый хотелось бы мне чуть меньше но эти кирпичи туда-сюда уже я таскать не буду вертикально шоу получается ровно сантиметр где-то он будет 9 миллиметров потому что кирпичи я взял как бы 26 и 3 там есть 26 и 4 26 и 5 достигают иногда и 26 и 2 поэтому я взял средний но ориентировочно это будет сантиметровый шоу это все отлично теперь делаем отметки так можешь показать близ ближе монитор только не показывают государственная тайна так 26 и 3 26 6 1 2 3 так так дальше 52 и 6 там какие-то 52 6 дальше 79 79 79 1 и 6 я не знаю 79 79 вот так я думаю надо взять дальше 105 и 2 105 и 2 не люблю такие места 105 и 2 вот здесь 131 вот так примерно получается 10 5 и 2 157 157 и 8 157 и 8 вот так 157 и 8 184 1 и 3 184 1 и 3 вот так какие-то сотые там 210 и 4 210 и 4 и 4 вот так чуть больше какие-то сотые были 236 236 7 и 5 вот так он достигает 263 263 263 289 289 дальше 315 6 315 и 6 вот так 341 97 то есть получается как бы 342 342 ну вот это 368 27 368 вот сюда достигает где-то да дальше 394 и 6 нужно взять 394 и 6 вот так берем 420 420 8 8 получается 420 и 9 почти вот так 447 и 2 можно взять 447 вот так видите наша отметка кирпич который стоит и вот видите какой шоу получился точно такой же шоу который у нас получился вот фантастический шедевральный расклад кирпича люди фантастический шедевральный волшебный расчет кирпича ни одного кирпича я здесь не перетаскивал и мне это не надо что бы я не решал не оконный проем никакой никакого короче проблем по милости аллах у меня нету теперь чтобы рассчитывать кирпичи испан вы все сами своими глазами видели тут все очень легко и просто спасибо хорошим людям все теперь выравниваем клястру с той стороны выровнил теперь вот с этой стороны здесь я выставил эти кирпичи чтобы они подсохли чтобы у меня проблем не было чтобы они плыли уже на растворе чтобы не плыли в другом месте поработал так теперь где у меня шоу надо дошло и и и и и и и и и вот мы выставили уже леску по прямой линии все леску ничто нигде не цепляет и идем дальше я слева направо мне тяжело идти поэтому я иду справа налево это у меня отметка 13 сантиметров решил я уже без шва сделать короче можно было со швом все таки решил я без шва сделаю и и и и и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Я хочу, чтобы первые кирпичи у меня четко лежали, потому что впоследствии у меня не будет тогда проблем. Продолжение следует... Продолжение следует... Я вот отметка вижу, и все, я без проблем иду. Мне не надо кирпичи перетаскивать туда-сюда, короче, думать, правильно ли я иду потом брать рулетку или же опять смотреть кирпичи и их перетаскивать. Мне это не нужно. Я просто делаю свою кладку. То есть, раньше, когда каменщики делают раскладку, перетягивают кирпичи, они не знают свою исходную точку. То есть, им нужно гадать, рассчитывать, перетаскивать эти кирпичи. Это знаете, как выглядит? Допустим, вы вышли на дорогу, чтобы поехать в Японию. Но знаете только примерный ориентир, куда идти. И вы идете, идете, останавливаетесь, кого-то спрашиваете, так идете, короче. А у меня уже задан маршрут до Японии. Все уже. Четко, чуть-чуть надо подбить. То есть, эти кирпичи можно было выкладывать, ориентируясь там вот здесь и по плоскости. Но они какие-то, как-то объяснить даже не знаю, короче. Очень кривые, что часто приходится, в принципе, ее все проверять. Плоскость-то, конечно, не подведешь, но все равно надо ориентироваться уже. Так, шоу широкие, надо мне придавить. Вот придавливаю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА